Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на сегодняшнем нашем вебинаре, который называется Conditionals, связан с условными предложениями. Сегодня будем с вами говорить. Немножко потренируемся использовать условные предложения в речи своей и поговорим о пяти очень распространенных ошибках, которые допускают в английском языке не только люди, которые его учат, но бывают также и носители языка, люди, которые очень хорошо на нем говорят. Хорошо, итак, начинаем. Значит, план нашего вебинара следующий. Мы поговорим об условных предложениях, потренируемся на нескольких упражнениях и разберем пять общих ошибок в разговоре в английской речи. Итак, первый наш пункт плана – это Conditionals – условные предложения. Посмотрите, пожалуйста, внимательно на табличку, глазами окиньте ее. Информации довольно много, но не переживайте, мы с вами все разберем, все подробно опишем, и для вас эта информация будет совсем легкая. Значит, глазками пробежали по табличке, да, возможно, много незнакомых слов вы видели, возможно, знакомых, но пока ничего не понятно, да. Подробнее, кто занимается или будет заниматься, вы можете видеть внизу, внизу экрана уроки и курсы, где вы можете подробнее посмотреть, посмотреть информацию по условным предложениям. Итак, наша табличка разделена на два вида. Условные предложения мы с вами разделим, так сказать, на два вида. Это не совсем официальное разделение, но все-таки, чтобы нам было легче воспринимать, запоминать, да, что такое условные предложения, почему мы их разделяем. Значит, условные предложения могут быть реальные и нереальные. Это на самом деле самое простое и самое доступное разделение, описание условных предложений, которое я сейчас встречала. Условные предложения могут быть реальными и нереальными. Что это значит? Условные предложения чаще всего начинаются с предлога if. Если. Если что-то происходит, то мы получаем результат. Если что-то произойдет, то у нас будет вот это и вот это. Значит, реальные и нереальные. В реальных условных предложениях разделяют два типа. Мы немножко разделили на виды реальные и нереальные условные предложения. Сейчас поговорим о типах. Типов всего четыре типа условных предложений. К реальным относятся нулевой тип, так называемый, и первый тип условных предложений. К нереальным относятся второй и третий тип условных предложений. Итак, реальный у нас нулевой и первый тип, нереальный, второй, третий. Итак, что же значит эти все сложные, непонятные слова? Давайте разбираться. Итак, начнем, конечно же, с реальных условных предложений, с нулевого типа. Посмотрите, пожалуйста, в табличке. Нулевой тип, реальные условные предложения. If the weather is fine, I go for a walk. If the weather is fine, I go for a walk. Что мы видим здесь в переводе? Если погода хорошая, я гуляю. Реальные так и происходит. Когда наступает хорошая погода, я гуляю. К чему относятся, к какому времени относятся эти реальные условные предложения? Параллель немножечко проводим. Относятся они ко времени present simple. Когда мы употребляем present simple? Когда у нас действие происходит обычно. Обычно, постоянно, регулярно или иногда, но оно периодически происходит. Как и время present simple используется, да, в обычных предложениях мы знаем, так и в реальных условных предложениях нулевого типа. То же самое правило действует. Эти предложения мы используем, как только наступает условие, мы получаем результат. То есть действия повторяющиеся. Они могли быть в прошлом несколько раз, и сейчас, сегодня могли происходить, и в будущем тоже будут происходить. If the weather is fine, I go for a walk. Периодически повторяющиеся условия. И результат мы получаем. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кому понятно, почему они называются реальные, относятся ко времени, грубо говоря, настоящему. Present simple. Хорошо. Вот это нулевой так называемый тип. Как только у нас есть условия, так сразу получаем результат. Хорошо. Следующее, второе реальное условное предложение называется первым типом. Почему реальное? Потому что как только исполнится условие, мы получим какой-то результат. Первый тип реальных условий. Как только она наступит, я пойду. Этот тип реальных условных предложений, реальных, относится у нас к будущему. Неважно, к какому будущему. Когда она наступит. Скоро или через две недели. Не очень скоро, как мы думаем. Но оно относится к будущему. Как только оно наступит, так сразу мы получим результат. И эти действия в таких вот условных предложениях первого типа у нас однократные. Если мы говорили, что нулевой тип это периодические действия, повторяющиеся, то первый тип это у нас однократные действия. Как только один раз исполнится условие, так сразу мы получим какой-то результат. If the weather is fine, I will go for a walk. Итак, реальные это у нас периодически повторяющиеся. И реальные первого типа это однократные, нацелены на будущее. Неважно, ближайшее или далекое будущее. Хорошо. Теперь с нереальными. Нереальные условные предложения. Мы их называем второй и третий тип. Неофициально тоже подразделяют нереальные условные предложения на относительно нереальные и абсолютно нереальные. Вот второй у нас тип условных предложений. Это относительно нереальные. Что это значит относительно нереальное условное предложение? Это значит, что сейчас этого нету, вчера этого не было, месяц назад не было, пока этого не было. Может быть и завтра этого не будет. Но это может измениться условие, может выполниться. Давайте посмотрим пример. Вот это вот замечательная частичка «бы» в английском предложении. Запомните, всегда выражается словом «вуд». «Вуд» всегда приравнивайте к частичке в русском языке «бы». Вот это вот условие. Если бы до кабы, значит, оно сейчас нереальное, сейчас этого нету, погода у нас, ну, пока что почему-то плохая. Возможно, ветер, дождь, слякоть, снег идет, да, но все же может поменяться. Буквально за час погода станет хорошей, прекрасно засветит солнышко, и я все-таки пойду на прогулку. То есть оно нереальное, но нереальное только сейчас. Да, поэтому называют его иногда относительно нереальным. То есть мы можем что-то изменить, пока оно нереальное. If the weather was fine, I would go for a walk. Третий тип условных предложений называют абсолютно нереальными. Почему абсолютно нереальными? Потому что они относятся к прошлому. Прошлое, к сожалению, пока что менять мы не умеем, не можем, да, очень бы хотелось. Но пока не умеем менять прошлое, поэтому все, что было в прошлом, уже произошло. И когда мы говорим о прошлом в условных предложениях, мы, естественно, хотим или хотели бы что-то изменить. Если бы вчера, позавчера, месяц назад, два месяца назад, год назад было все по-другому, я бы тогда на что-то было бы хорошее. Вот такой третий тип условных предложений называют абсолютно нереальными. Что-то в прошлом произошло, и мы бы хотели этого изменить, но, к сожалению, не можем. Посмотрим на наш пример. К сожалению, не была хорошая похода вчера, да, но если бы она была хорошей, я бы, конечно, с удовольствием пошла на прогулку. Хорошо, посмотрите еще раз, пожалуйста, на все четыре типа условных предложений. Значит, у нас есть четыре типа. Условно мы разделяем их на два реальных, два нереальных, когда условия и результат у нас происходят в одной плоскости. Нулевой реальный тип условных предложений, периодически повторяющиеся действия. Условия и результат. Первое реальное условное предложение, первый тип нацелено на будущее, ближайшее или далекое, однократное действие. Один раз выполнится условие, один раз получим результат. Второй тип нереальных условных предложений, нереальные для настоящего и будущего, пока что этого нет, но, возможно, да, все может измениться. И третий нереальный тип условных предложений относится к прошлому. Совсем нереальное почему или абсолютно нереальное? Потому что уже что-то произошло, мы хотим это изменить, потому что, говорим, если бы произошло по-другому, было бы, получили бы мы другой результат. Но, к сожалению, не можем этого изменить. Хорошо. Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат. Кому понятно разделение? Вот по этой табличке разделение на типы и на виды условных предложений. Вопросы какие-нибудь есть? Вот пока что по тому, что я сказала, да, вот как мы их разделяем. Дальше будем чуть-чуть подробнее разбираться. Но вот пока что, как мы их разделяем. Есть вопросы? Минусики поставьте, если вопросов нет. Почему у вас? Чуть-чуть на следующем слайде буду говорить, какие времена используются и как мы их строим. Вот пока что по тому, что я сказала, вопросы. Хорошо. Ну, надеюсь, да, вопросов пока нет. Если вдруг что-то заботится или перепутается в течение семинара, вы сможете их задать. Вопрос, как дословно перевести, не очень понимаю. Возможно, опечатка в чем-то. Да, давайте еще раз сформулируйте, попробуйте вопрос. Сергей задал вопрос. Хорошо. Ну, Сергей, подумайте еще раз над вопросом. Возможно, попозже корректно его сформулируйте. Хорошо. Значит, вот у нас четыре типа условных предложений. Мы разобрались, когда и для чего мы их используем, и какие действия, какие условия и результаты получаем, когда используем разные типы условных предложений. Давайте теперь посмотрим на грамматику. Какую грамматику, какие времена мы используем в четырех типах условных предложений, от нулевого до третьего. Смотрите. Значит, я буду вам рассказывать немножечко фишечки такие, да, как бороться с грамматикой английского языка. Глядя на эту табличку, вы сможете сразу определить, да, что есть определенные несовпадения, когда мы переводим условные предложения на русский язык. Смотрите. Нулевой тип. Разбираем нулевой тип, да. Действия и условия, результат, которые периодически повторяются. Да, когда у нас действие периодически повторяются. В этих предложениях мы используем настоящее время. If в части, где есть условия, if something, да, если что-то происходит, мы используем настоящее время. Обычно это present simple. Но если вам нужно подчеркнуть, что условие, это будет какой-то процесс длительный, конечно же, вы можете использовать present continuous. Да, то есть вы знаете, когда использовать present continuous. Если вам нужно подчеркнуть именно процесс, длительность действия, которое представлен глагол, тогда используйте длительное время. И во второй части, где мы получаем результат, ну, здесь представлено настоящее время I, но, конечно же, в предложении вы можете использовать что угодно. Subject предложений может быть любой. В этой части, во второй, где результат, тоже мы используем настоящее время. Если что-то происходит обычно, тогда я обычно что-то делаю. То есть в обеих частях мы используем настоящее время. Present simple или present continuous вы уже выбираете сами. Зависит от того, какое именно конкретно у вас действие в предложении. Смотрим дальше. Первый тип условных предложений. Первый реальный. В части, где у нас есть предлог, обычно это if, но могут быть и другие, но обычно if. Там, где условия, мы используем в английском языке настоящее тоже время. Хотя на русском, как вы помните, да, мы использовали при переводе будущее время. Если случится, если произойдет, это будущее время, тогда я сделаю тоже будущее время. В английском языке немножечко не так. В первой части, в условной части, мы все равно используем present simple или present continuous, если вам нужно длительное действие подчеркнуть. Пожалуйста, будьте внимательны. Вам маленькая подсказочка. В части предложения, в условных предложениях, где есть предлог if, никогда не используется частица will. Знаем, помним, что will это у нас показатель будущего времени. Will всегда нас переносит в будущее. Вот в условных предложениях, даже если мы на русском говорим, даже если мы понимаем, подразумеваем, что действие произойдет, если что-то случится в будущем, да, мы понимаем, что это относится к будущему, действие будет относиться к будущему времени, все равно в английском языке мы используем настоящее время. Will, частичка will, в условной части после if не используется. Запомните, пожалуйста. Очень распространенная, очень частая ошибка, когда мы говорим if I will buy this car, I will be great. Например, да, после if will не используем. Запомните. Хорошо, смотрим дальше. Второй тип нереальных условных предложений. А что используем здесь? В части условия, в условной части, мы используем past simple или past continuous. Также, если вам нужно подчеркнуть, что действие будет продолженное, длительное. Значит, в условное предложение past simple или past continuous. Что происходит в части предложения, где мы говорим результат? Все очень просто на самом деле. Мы добавляем вот эту частичку бы, так как помним, что у нас предложение нереальное условное, да. Я бы. Если бы до кабыли, я бы тогда. Вот используем эту частичку бы, в английском это would. И добавляем инфинитив. Что такое инфинитив? Начальная форма глагола, да. То есть глагол без каких-либо окончаний, без каких-либо форм, изначальная первая форма глагола. И все. Да, очень просто. После if в условной части past simple или past continuous, в части результат, в части предложения, где мы говорим о результате, просто бы, would, и начальная форма глагола. Инфинитив используем. Инфинитив не меняем, без окончаний. И последний, третий тип условных предложений, абсолютно нереальное. Что здесь? Я говорила вам, да, на предыдущих слайдах, что третий тип условных предложений относится к прошлому. Единственный тип условных предложений, который четко-четко относится к прошлому времени. Изменить мы уже ничего не можем. Это уже случилось. Поэтому в этих предложениях используется perfect. В части if, в условной части предложения используется past perfect. В части результата также нам нужно сказать бы, да, мы хотим изменить что-то. Если бы, то я бы тогда. То же самое. Используем эту частичку бы, would, но не просто инфинитив используем, а перфектный инфинитив. Перфектный инфинитив. Тоже посмотрите, пожалуйста, по урокам. Вешка, которую вы проходите или будете проходить. Да, используйте перфектный инфинитив. Перфектный инфинитив это всегда слово have, глагол have никогда не изменяется. Ни на had, ни на has, никаких will особенно не добавляем. Это всегда только have. И инфинитив в третьей форме. То есть перфектный инфинитив это глагол have всегда и глагол, сам основной глагол в третьей форме. Да, неправильный глагол в третьей. Если правильный глагол, добавляем окончание id. Итак, еще раз, давайте посмотрим. Нулевой тип, реальный, когда действие происходит периодически. Периодически исполняется условие, периодически мы получаем результат. В обоих частях предложения используем в настоящее время. Либо present simple, либо present continuous, в зависимости от того, что нам нужно. Первый реальный тип условных предложений. действие у нас однократное. На будущее направленное, ближайшее или далекое. Здесь в условной части используем настоящее время. В части результата мы получим что-то, что-то произойдет, используем будущее время. Второй тип условных предложений нереальный. Второй, третий нереальный. Значит, на настоящее будущее направленное мы можем что-то изменить, но все равно в условной части предложений мы используем past, past simple или past continuous. В части результата используем would и infinitive. Would и infinitive. Все просто. Третий, третий нереальный тип условных предложений, абсолютно нереальный. Не можем ничего изменить, используем perfect. В части условной с if используем past perfect. в части результата would и perfect на infinitive. Perfect на infinitive всегда have и третья форма в глаголе или окончание идей. Хорошо. Кому информация эта понятна? Какие времена мы можем использовать в условных предложениях? Плюсики ставьте, если понятно. Понятно. Хорошо. Может у кого-то плюс-минус не совсем понятно. Нету таких. Хорошо. Замечательно. Одни плюсики вижу. Просто прекрасно. Мы к этому еще вернемся. У вас табличка это еще будет. have на has не меняется где? В каком типе? Вопрос в части. В чате have меняется на has. В каком? В третьем типе условных предложений. Смотрите. В части if в этой условной части в которой мы говорим про условия если бы случилось что-то по-другому. В past perfect это всегда had. Время past perfect это всегда had и третья форма глагола. Во второй части в результате где мы говорим то тогда бы я что-то получила или что-то бы изменила. После would всегда идет have. Еще раз повторяю. После would мы никак никогда не изменяем. Ни окончания не добавляем. Ни will тем более не можем добавить. В третьем типе после would всегда идет have. Понятно? Не вижу пока реакции. Марина задала вопрос. Вы слышали ответ? Хорошо. Да, вот эти вот моменты пожалуйста запоминайте. Себе помечайте что на них нужно обращать внимание. Не просто что-то там использовали а вот именно правильно нужно использовать. Про время после would не думаем. Во втором типе would и инфинитив никак не изменяем глагол. В третьем типе would have и третья форма глагола или окончание идти. А если он бы еще раз повторяю после would глагол have мы не изменяем ни при каких условиях какое бы время там действия вы не хотели придумать какое бы подлежащее не было he, she, it неважно they, we без разницы после would вы используете только have только have и ничего другого после would вы не можете использовать. Произношение различается would и would практически никак потому что в модальном глаголе would букву l мы не читаем по правилу букву l в слове would не читаем тоже обратите на это внимание если кто-то может не слышал раньше или не знал или неправильно читал would да, если если читали раньше или слышали это неправильно только would хорошо давайте перейдем с вами к упражнениям немножко потренируемся помним есть четыре типа нулевой первый второй третий смотрите есть предложение Jane will pass the exam if she works hard Jane will pass the exam if she works hard напишите мне пожалуйста в чат как вы думаете какого типа это условное предложение это предложение явно условное потому что у нас есть if да какого оно типа кто еще как думает первый нулевой второй еще мнение у нас очень много людей поэтому жду ваших ответов все остальные уснули так еще кто-нибудь просыпаемся Jane will pass if she works хорошо ну большинство ответов было правильной это первый тип условных предложений ни нулевой ни второй первый тип условных предложений действие однократное она сдаст экзамен если будет усердно заниматься значит это первый тип условных предложений однократное действие один раз исполнится условие один раз мы получим результат хорошо большинство справилось верно давайте следующее предложение посмотрим If you eat too much you get fat If you eat too much you get fat какой-то тип условного предложения еще ответы еще Людмила не отвечала Людмила ответьте пожалуйста как вы думаете какой-то тип условного предложения нету Людмилы онлайн но почему-то не отвечает нам Людмила хорошо плюс-минус Сергей нету такого условного предложения плюс-минус если вы едите слишком много вы толстеете вы набираете вес это нулевой тип условного предложения как только так сразу как только у нас исполняется условие так сразу мы получаем результат и там и там настоящее время использовано это нулевой тип хорошо давайте еще раз попробуем следующее предложение если Сэлли were here she would help us какой тип второй третий третий второй еще мнение предложение но на самом деле да не будем долго томить вас на самом деле это второй тип условных предложений если бы она была здесь она бы нам помогла сейчас ее нету но ситуация может измениться и она может прийти сейчас ее нет но она может прийти нереальный сейчас нереальный тип условных предложений правда но все может измениться пока нереальный но может поменяться еще одно предложение какой тип условного предложения если тебе нужна помощь я тебе помогу так еще еще ответы if you need I will help хорошо да верно большинство ответов правильно это первый тип условных предложений однократное на будущее если тебе нужна если тебе понадобится помощь я помогу на будущее возможно ближайшее хорошо следующее предложение третье да здесь единодушно конечно же да третий тип условных предложений нам конечно же помогает вот эта вот добавочка да но я ее не видел наш абсолютно нереальный тип условных предложений когда уже что-то случилось и мы исправить этого не можем если бы я видел я бы ее попросил позвонить но я не видел я не смог этого сделать и уже сейчас ничего не можем изменить раньше я ее не смог увидеть и не смог попросить ее позвонить нам третий нереальный тип условных предложений хорошо ну большинство ответов было правильно очень этому рада замечательно значит ну с большего да понимаем разделение вот это на условный на тип условных предложений но прошу вас пожалуйста не останавливайтесь на достигнутом нужно тренироваться вот у вас будет табличка да можете ее скопировать или сфотографировать перерисовать чтобы она была у вас под рукой всегда да можете на нее смотреть и вспоминать на самом деле нужна практика да чтобы скажем так более глубоко разобраться в условных предложениях чтобы раз и навсегда никогда уже больше не путать где какое условие где какой результат да нужно конечно же посидеть прочитать еще несколько раз да повторить примеры повторить возможно заучить примеры тогда некоторым помогает заучить примеры и тогда разбираться уже в любой ситуации вот поэтому прошу вас не останавливайтесь на достигнутом все возможно понять условные предложения не так-то и сложно хорошо переходим к следующему нашему заданию к следующему упражнению для этого нам понадобится вспомнить какие времена какие времена мы используем в каком типе условных предложений значит нулевой тип в нулевом типе когда мы у нас действия периодически повторяющиеся мы используем два настоящих времени и в одной во второй части настоящее либо продолженное либо простое present simple present continuous в первом типе реальных условных предложений в части условия используем настоящее время в результате в части где мы говорим о результате используем будущее время в нереальном втором типе условных предложений используем past simple прошедшее простое время в условной части и в части где мы говорим о результате would плюс infinitive в третьем нереальном типе после if то есть в условной части используем past perfect всегда past perfect в части результата используем would и перфектный infinitive немножечко повторили давайте теперь попробуем выполнить упражнение поставить в предложениях правильно форму глагола итак первое наше предложение if i have enough money i go on safari to kenya however my bank account is empty if i have enough money i go on safari to kenya however my bank account is empty unfortunately хорошо подумайте пожалуйста хочу увидеть в чате какие бы формы вот этих глаголов вы поставили в это предложение форма глагола have какую бы вы сюда использовали и форма go так ждем как вы думаете так не вижу ваших ответов давайте разбираться с первой частью if условная условная часть if i хорошо второй тип согласна но все-таки какие формы только формы глаголов вот как бы вы изменили эти глаголы в скобочках только глаголы напишите давайте еще пару секунд думаем ну с have более-менее разобрались а go в какую форму поставите go просто go оставить went хорошо давайте посмотрим на ответ if i had enough money i would go on safari to kenya if i had если бы у меня было достаточно денег я бы конечно съездил но однако у меня их нет да нереальный но нереальный пока что да может все измениться поэтому в условной части мы использовали past simple had хотя большинство мнений было have но к сожалению неправильно if i had enough money i would go я бы съездил да на будущее нереальный пока что но все может измениться поставьте плюсики кому понятно почему такие формы использовали да это нереальный второй тип поэтому past simple и would плюс infinitive хорошо следующее предложение осмотрим i love to travel я вот люблю я путешествовать вот такая я душа люблю путешествовать и если у меня есть деньги достаточно денег я уезжаю за границу и делаю я это почти каждый год ваше предположение что мы делаем с глаголом have как мы его будем изменять в этом предложении и как будем изменять глагол go пишите пожалуйста только глаголы как изменяем глаголы have have go хорошо еще не меняем все оставляем так же да замечательно правильно if i have enough money i go abroad замечательно как как только у меня появляются деньги я улетаю за границу замечательно периодически повторяющиеся действия первый тип условного нулевой тип условного предложения настоящее и там и там хорошо следующее предложение if you help me move tomorrow i treat you to a dinner and a movie что здесь будем использовать как менять будем help и как будем менять treat если мне поможешь завтра переехать я тебя угощу и схожу и свожу в кино активнее активнее что делаем с help так у нас зависит чат не вижу ни одного ответа поставьте плюсики и кто меня слышит кто со мной хорошо 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 артур вижу ответ еще с нами хорошо замечательно это радует но хочу увидеть ваши ответы и так все-таки еще еще хотя бы пару ответов хочу увидеть что делаем с help help оставляем ничего не делаем will treat будущее время замечательно вы правы это первый тип условного предложения если ты поможешь мне я тебя угощу и то и то действия в будущем напомним что после if слово will частичку will мы не используем все верно help и will treat замечательно еще одно предложение if either speak chinese she translate the email for you yesterday if either speak chinese she translate the email for you yesterday что делаем со speak и что делаем с translate с глаголами если физер говорила бы или умела разговаривать по китайски знала бы китайский она бы перевела для тебя письмо вчера так speak что делаем со speak если бы она говорила она бы перевела тебе спикинг даже увижу спикинг когда труб попадаем спикинг так еще варианты спок хорошо спок help спикт людмила хорошо догадка хорошая но спик это неправильный глагол поэтому повторите неправильные глаголы хорошо смотрим смотрим ответ если бы она умела говорить если бы она говорила она бы тебе помогла она бы перевела но вчера этого не случилось потому что вчера ну скорее всего и сегодня говорить на китайском она не может третий нереальный тип условных предложений поэтому здесь у нас вот так хорошо хорошо так замечательно да это наше было последнее предложение условных условных предложений поставьте пожалуйста плюсики в чат кому более-менее понятно мы с вами разобрались конечно же за один час за один урок полностью разговаривать да условными предложениями не получится нужно очень постараться да нужно еще больше примеров но я надеюсь что сейчас уже у вас какая-то картинка да прояснилась в голове что с ними нужно делать да с этими условными предложениями их всего 4 типа и в них вот так вот нужно разобраться пожалуйста кто вот ставит плюс-минус возможно в чате кому ну так еще очень плавающая информация пожалуйста пересмотрите вебинар пересмотрите запись еще раз прослушайте информацию будет полезно я думаю что дальше проблем не составит для вас разбираться с условными предложениями хорошо сейчас мы переходим к пяти основным ошибкам в английском языке первое из них это слова good well знаем что слово good хороший это прилагательное well хорошо это наречие первые два примера вы видите как обычно используются эти слова I read a very good book вернее I read a very good book я прочитала очень хорошую книгу good это прилагательное I speak English very well I speak English very well я очень хорошо говорю на английском очень хорошо разговариваю хорошо здесь это наречие это прямое значение слов good и well но запомните что есть два исключения когда мы что-то трогаем нюхаем на вкус на запах мы говорим что это вкусно или хорошо пахнет хорошо на вкус нам нравится this pizza tastes good хотя мы говорим хорошо мы используем прилагательное на английском хороший запомните это исключение и второе исключение когда мы говорим о здоровье о состоянии человека мы используем вместо прилагательного good well well he doesn't look like a well man he doesn't look like a well man кажется он нехорошо выглядит ему нехорошо нездоровый вид у него нездоровый вид давайте попробуем в следующих предложениях извините получилась у нас накладочка хотелось бы попробовать чтобы вы использовали good и well в каких предложениях но в общем вам нужно запомнить что первое значение good это прилагательное всегда используем его для описания well это наречие хорошо что-то происходит хорошо и есть два исключения вам их нужно запомнить следующая ошибка которую допускают она бывает даже носители языка это когда мы используем слова who is that соединительные слова who is that who относится к людям неважно один человек или несколько все равно это относится к людям когда мы описываем людей the girl who was hungry девочка которая была голодна девочка которая была голодна who that мы используем для всего остального для вещей для животных для предметов для состояния природы используем слово that the book that I read the book that I read книгу которую я прочитала the dog that whacked its tail the dog that whacked its tail собака которая помахала или махала своим хвостом собака которая махала хвостом значит who для людей that для всего остального давайте попробуем правильно поставить в следующих предложениях соединительные слова who или that итак первое предложение some animals live in Australia are incredible некоторые животные которые живут в Австралии невероятные incredible как вы думаете что здесь используем да верно однозначно неоднозначно значит здесь у нас животные даже если животных много они одушевленные безусловно но они не люди не для людей используем that второе do you know a person plays at the piano ты знаешь кого-нибудь кто играет на пианино who верно кто играет на пианино или человека который играет на пианино используем who для человека третий пример it is an animal eats grass and roots это животное которое ест траву и корни that животное одушевленное но все равно используем that хорошо these men and women live close to nature эти мужчины и женщины которые живут близко к природе рядом с природой мужчины и женщины много все равно используем cool для людей и последнее предложение we broke the computer belonged to my father мы разбили мы сломали компьютер который принадлежал моему отцу хорошо все верно we broke the computer that belonged да компьютер неодушевленный предмет тогда используем that хорошо замечательно надеюсь запомним следующая третья распространенная ошибка это неправильное использование двух слов sometimes и sometimes кажется что мы добавляем просто окончание с но на самом деле это два разных слова значения у них совершенно разные sometime вместе пишется sometime это когда-либо когда-нибудь я обязательно куплю эту замечательную машину эту красивую машину когда-нибудь когда-либо sometimes обычно это показатель настоящего простого времени знаем sometimes это иногда sometimes I read books but I like to watch movies more иногда я читаю книги но больше всего я люблю смотреть фильмы sometime это когда-либо когда-нибудь sometimes это иногда хорошо давайте посмотрим на два следующих предложения I go to work by car I go to work by car и второе предложение I will be famous скажите напишите пожалуйста в чат в какое слово sometime или sometimes вы использовали бы в первом предложении I go to work by car какое время sometime или sometimes второе еще еще кто как думает хорошо верно sometimes иногда I go to work by car иногда я езжу на работу на машине добираюсь на работу на машине а во втором случае I will be famous первое sometime I will be famous когда-нибудь я стану знаменитой когда-нибудь это случится значит в первом sometimes во втором sometime пожалуйста не путайте кажется одна буквочка очень меняется со всем значения итак следующая четвертая ошибка ой-ой-ой куда-то мы перескочили значит следующая четвертая ошибка которую допускают это неправильное использование слов this и that указательными стименей this и that во множественном числе this это эти звучит this во множественном числе that звучит как those this this that those значит используем указательное местоимение this когда что-то ближе к нам вот видим на картинке одна раскрытая книга она ближе к нам near чуть-чуть ближе поэтому она будет this book this book а книги которые дальше от нас подальше находятся мы скажем о них those books множественное число их много those books которые подальше одну вам даю маленькую подсказку не всегда речь идет о предметах которые ближе или дальше к нам по расстоянию иногда речь идет о событиях или предметах дальше или ближе которые произошли по времени например события которые ближе к нам сегодня например произошло и события которые произошло год назад дальше ближе по времени или по расстоянию давайте попробуем правильно использовать эти слова в следующих предложениях that that or those так this или that в первом this или that на самом деле ответ that в том сезоне потому что мы говорим о прошлом события которые дальше от нас далеко от нас в том сезоне у нас была очень сильная команда поэтому мы выигрывали в первом правильный ответ that следующее второе и как раз в этом предложении мы видим что он он нехорошо себя чувствовал нездоровый в этом предложении что используем this или that хорошо еще 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 у кого какие варианты первое this хорошо да замечательно я не видел его с этого утра сегодня утром которое ближе к нам поэтому this this единственное число хорошо третий пример третье предложение where did you spend all years where did you spend all years обратите внимание что в этом предложении у нас существительное во множественном числе какое слово используем второе это какое напишите пожалуйста мне какое второе хорошо встречайте вы друга не видели с ним пять лет до этого десять лет дружили знакомые были десять лет а последние пять лет не виделись вот эти вот пять лет которые вы не виделись будут ближе к вам потому что вы бац и сегодня например его встретили вот эти вот последние кажется что это было когда-то давно но вот именно вот эти которые сейчас вы прервали это время да там через год еще шесть лет прошло вот эти годы когда мы не виделись где же ты их провел поэтому используем these эти годы где ты провел все эти годы пока мы с тобой не виделись ответ в третьем предложении these хорошо четвертое четвертое предложение my grandfather still remembers his youth and everything that happened in times какое слово используем здесь мой дедушка все еще помнит свою молодость и все что там происходило в те времена так хорошо да правильно единотушно голосуем the those в те времена которые были в его молодости молодость прошла была зрелая жизнь пожилой возраст сейчас те которые дальше которые прошли давным-давно в те времена that не можем использовать потому что слово times во множественном числе поэтому используем those да в те времена хорошо и последняя наша пятая распространенная ошибка которую допускают это путаница между словами so и because слова so и because могут быть выполняют в предложении одну и ту же роль соединяют предложение но на самом деле соединяют противоположные в первой части предложения слово so мы используем когда в первой части говорится о причине а во второй части после so мы рассказываем о результате например я был уставший я устал поэтому прилег отдохнуть поэтому пошел спать причина поэтому поэтому и следствие результат говорим so i went to bed because слово because потому что напротив говорит нам во второй части о причине почему так произошло я пошел спать потому что я устал то есть предложения одни и те же могут быть только когда мы меняем части этих предложений причину и результат местами мы используем разные слова на самом деле очень часто даже слова so и because называют синонимы синонимами как будто ну они примерно одно и то же значат да они могут использоваться в одном и том же предложении но очень важно что идет первое первая часть это причина или результат если первое это причина тогда используем because если первое это результат а потом говорим тогда это so давайте попробуем в следующих предложениях правильно определить что мы используем so или because первое the door was open I closed it как вы думаете какое слово используем здесь the door was open дверь была открыта I closed it не пишите пожалуйста цифры пишите слова потому что первое второе кто как понимает первое второе слова so или because the door was open so I closed it дверь была открыта и поэтому я ее закрыл хорошо слово so будет правильным здесь второе she doesn't like him he isn't honest she doesn't like him he isn't honest здесь слово используем какое настолько очень много людей как бы видно что присутствует да и очень мало пишут в чат хочу вас услышать все все устали немножко но чуть-чуть нам осталось совсем немножечко хорошо во втором предложении слово because будет правильным she doesn't like him because he isn't honest он ей не нравится потому что он нечестный третий пример третье предложение it was raining I took a taxi какое слово используем it was raining I took a taxi хорошо да все верно слово so it was raining so I took a taxi лил дождь поэтому я взял такси да поехал на такси хорошо четвертое предложение the water wasn't clean we didn't swim the water wasn't clean we didn't swim так вижу мнения здесь уже у нас разделяются да и so because вода вода не была чистой не была прозрачной возможно что-то было с водой не так и мы не купались the water wasn't clean so поэтому we didn't swim в четвертом предложении правильное слово использовать so кто написал так вы были абсолютно правы и последнее пятое предложение I am tired today I couldn't sleep last night I am tired today I couldn't sleep last night какое слово здесь используем я сегодня уставший вчера всю ночь не мог уснуть да хорошо большинство правильных ответов здесь используем слово because I am tired today because I couldn't sleep last night сегодня я уставший потому что не мог вчера уснуть because I couldn't sleep last night вот и все значит вот это вот все ошибки которые я хотела вам сегодня рассказать возможно на следующих вебинарах мы еще возьмем еще другие тоже распространенные ошибки конечно все мы ошибки допускаем все мы ошибки делаем и в письме и в разговорной речи без них к сожалению никак но не стоит из-за этого очень-очень переживать это не конец света да будем вместе с вами стараться просто их избегать меньше их делать эти ошибки потому что будем разбираться да как как говорить или как писать правильно хорошо спасибо вам всем что пришли сегодня на вебинар со мной надеюсь было полезно и не очень скучно да поставьте пожалуйста плюсик для кого вебинар тема вебинара была полезна кто сегодня почерпнул для себя что-то новое разобрался с темой условных предложений да вот эти пять ошибок возможно кто-то допускал возможно кто-то не задумывался даже да над ними хорошо замечательно очень рада что вам помогла очень на это надеюсь хочу еще вам рассказать про новость в Ешко сегодня у нас открылся новый курс английский для среднего уровня экстра плюс онлайн версия уроков данного введения и сейчас я вам предлагаю хотя мы немножко задержались потратить еще две минутки вашего времени посмотреть как мы как построены уроки вот в этой онлайн версии онлайн курс Ешко английский для начинающих это инновационный подход к изучению английского языка научить сообщению на английском теперь будет намного легче в этом вам помогут разнообразные диалоги которые позволяют развивать навыки общения на английском языке научиться воспринимать иностранную речь на слух а также самим включаться в живой разговор с участниками диалога онлайн курс содержит большое количество разнообразных интерактивных упражнений это упражнение на вписывание текста перетягивание бокса мышью определение соответствий выбор правильного варианта ответа правильность выполнения задания можно проверить с помощью ключа теперь вам не придется зазубривать новые слова интерактивные онлайн курсы позволяют делать это легко и интересно достаточно начинать каждое занятие со словарного тренинга с помощью которого вы можете прослушать звучание слов финансы посмотреть или скрыть их перевод и скоро вы заметите как легко будут откладываться в памяти английские слова смайл грамматические правила в онлайн курсе поданы максимально просто и понятно благодаря соответствующим иллюстрациям анимации видео и другим интерактивным элементам каждый текст курса полностью озвучен все новые слова выделены цветом по желанию вы можете узнать перевод новых слов прослушать их звучание и отработать произношение федеральная унион брэнч тест в конце каждого урока покажет вам насколько хорошо вам удалось усвоить учебный материал начните учить английский с помощью онлайн курса английский для начинающих и вы убедитесь насколько это просто интересно и эффективно значит демо версию онлайн уроков нового курса для среднего уровня вы сможете посмотреть по ссылке которую сейчас вам в чат скинет наш модератор сейчас появится вот вот наша ссылочка можете посмотреть и могу сообщить вам еще одно приятное сообщение сообщение сегодня участники нашего вебинара могут записаться на любой курс Ешка с очень хорошей скидкой и получить подарки скидку размер скидки вы можете уточнить по телефону в информационной что был до конца замечательно можете сегодня пользоваться скидками которые предоставляет нам школа вернее вам школа очень было здорово сегодня спасибо всем всего доброго до конца Продолжение следует...